Кто не знает, что такое резиденция, что мы вступили в Алабышу, никто про это ничего не слышал. Есть такие? Таких нет. А есть такие, кто, возможно, не совсем уверен в том, что проект может состояться, то есть не жизнеспособный, еще что-то подобное. Это не то. Я не пытаюсь вычислить хейтеров. Я просто спрашиваю. Есть несколько человек, это совершенно нормально. Вообще скептизм здоровый, это совершенно тоже нормально. А к чему я это спрашиваю? Иногда людям не хватает некой квалифицированной оценки, некой знаний для того, чтобы оценить, а действительно ли этот проект интересен с финансовой точки зрения, с точки зрения самой технологии. И сейчас мы можем открыто говорить, что правительство города Москвы считает наш проект жизнеспособным. Большое количество экспертов мы прошли, большое количество различных комиссий. Это комиссии и самой особой экономической зоны, это комиссии и экономического развития города Москвы, после чего наш проект был утвержден. Он был утвержден как потенциально коммерческий, он был утвержден как потенциально нужный, как жизнеспособный и, что самое важное, необходимый для развития экономики Москвы и страны в частности. Поэтому это, я думаю, аргумент, и это состоявшийся факт. Просто кто-то, может быть, думает, что мы сейчас вот-вот войдем в Алабушево или вот-вот получим свидетельство. Нет, друзья, у нас есть свидетельство, мы резиденты особой экономической зоны. Просто сегодня человек мне в комментариях доказывал в Инстаграме, что это не так, что вам могут еще что-то не одобрить, но уже все, этот этап состоялся. Кроме этого, что еще кто вспомнит из последних событий за последние полгода? Тесняйтесь, кто ничего не помнит? Вы, наверное, не смотрите, новости не смотрите. Но я что могу вспомнить? Могу вспомнить то, что были разработаны новые двигатели у нас. В частности, двигатель для болгарки. Были получены технические условия на мотор-колесо. А двигатель, который вы видите здесь, также вот не все это оценивают, на мой взгляд, потому что, ну, кажется, коробочка синяя, да, и что? А в действительности, говорю, никто в мире, кроме нас, не может сделать вот такой двигатель. Да, могут сделать такой по характеристикам, но он будет больше и дороже. Это ключевой факт. Никто в мире. Это данность. Соответственно, было проведено большое количество различных испытаний, тестирований технологии. Что еще стоит отметить? Ну, никто, я уже понял. Либо стесняетесь, либо не помните. Нас послушать, это хорошо. Да, вопросы сейчас будут. Ну, и, соответственно, я к чему все это рассказываю? Это достаточно сильные аргументы в пользу проекта. Но скептиз – это нормально. И многие люди все равно говорили, может быть, ваша там заявка в Алабышу ненастоящая. А правда ли это? Как это проверить? А можно ли посмотреть какие-то документы? И Дмитрий Александрович Дуинов открыто сказал, что абсолютно любой инвестор, именно инвестор при подтверждении того, что он является участником проекта, что-то не какой-то левый там человек, может приехать в офис Соболмаш, посмотреть и бизнес-план компании, посмотреть и аудит компании, посмотреть абсолютно заявку, бухгалтерские документы, все что угодно. Но у вас, друзья, сегодня есть уникальная возможность не ехать в Москву, не ехать в офис в Зеленограде и увидеть ряд документов компании своими глазами прямо здесь. Соответственно, такой возможности еще ни у кого не было, то есть никуда мы подобные документы не привозили. Я сейчас кратко назову, что вы сегодня можете увидеть. Начну с самого, может быть, менее интересного. Давайте так сделаем. Да, давайте откроем. Сразу скажу то, что сейчас сразу подходить не нужно, иначе будет сыр-бор. Мы сейчас покажем, что где находится, соответственно, потом ответы на вопросы, и потом каждый из вас может подойти, своими глазами посмотреть, задать вопросы, полистать, ну все что угодно. Ну, хорошо, давайте начнем. Соответственно, те документы, которые нужны были для заявки в особую экономическую зону, но это, конечно, заявка на заключение соглашения об осуществлении техников внедреческой деятельности. Это главный договор с основной, да, самый основной документ о СОВЛМАШ. Затем вы сможете увидеть свидетельство о государственной регистрации компании СОВЛМАШ, свидетельство о постановке на налоговый учет, ну и, конечно, бизнес-план о СОВЛМАШ, той самой компании, которая реализовывает проект двигателей Дуинова и совладельцами которой являются все текущие. Ну, это, конечно, не все, только микрофон даже отказал от таких новостей. Так, раз-раз, да, все слышно меня. Предпроектное предложение, технические условия, программа методики сравнительных испытаний двигателя синхронных как общего назначения, как стандартные, со стандартными обмотками, так и с совмещенными обмотками. Ну и что самое интересное, то, чего все просили, это, конечно, бухгалтерский баланс и финансовая отчетность о СОВЛМАШ, ну и, конечно, аудиторское заключение по компании СОВЛМАШ. Все это вы сейчас сможете увидеть. Это далеко не все. Это самое интересное, да, что мы сегодня привезли. Все это, то, что я назвал, находится за этим столом. Также еще, не знаю, часть патентов, наверное, здесь лежит. Здесь вы сможете увидеть патенты на изобретения и полезные модели команды СОВЛМАШ и АССПП. Также непосредственно патенты СОВЛМАШ, патенты АССПП. Все эти патенты здесь есть. Более того, я уже неоднократно говорил, что все эти патенты легко проверяются на сайте Роспатента, что они настоящие, что это никакая не фальшивка и не просто напечатано. Главный номер, все это можно посмотреть в интернете. Что у нас еще интересно? А, вот еще интересно, да, чуть не забыл. Конечно, лицензионные договора с некоторыми лицензионными обмотчиками. Сегодня мы про них говорили. Это те компании, которые уже сейчас используют славянку, оказывают услуги по славянке своим клиентам. Вот, соответственно, с некоторыми договорами, с этими лицензионными обмотчиками вы можете здесь ознакомиться. Кстати говоря, кто хочет стать лицензионным обмотчиком, также вы можете это сделать. 22 договора. Они не только заключены, они зарегистрированы официально в Федеральном институте промышленной собственности, то есть эти договоры, к ним прилагаются свидетельства об изменении, внесении изменений в патенты. Это означает, что данный обмотчик имеет полное право пользоваться патентом, который указан в этом договоре. То есть все официально, и копии можно посмотреть. Это не является закрытой информацией. Единственное, у нас есть просьба, так как эти документы все-таки являются своего рода стратегическими, просьба, их можно посмотреть, поддержать здесь, но просим вас их не фотографировать, не делать копий. Заключительно в интересах проекта и компании. Спасибо за понимание. И кто захочет ознакомиться с ними поближе, мы просим сюда и постараемся ответить на ваши вопросы, дать комментарии. Помимо этого, тут еще есть у нас такая небольшая часть ради интереса, может быть, вы видели во Вконтакте. Это проекты и предложения по интерьерам и экстерьерам будущего здания. Я бы вам предложила особенно поинтересоваться вот этим документом. Это оригинал, один из томов предприятных предложений. Это то, как в целом и общем будет выглядеть здание будущего инженернирового центра, то есть проектно-конструкторского бюро, который будет на площадке Алабышева. С ним тоже можно ознакомиться. Спасибо. Так что, друзья, все те, кто хотели увидеть бизнес-план, заявку в особую экономическую зону, аудит компании SovalMash, сегодня у вас есть такая возможность лично с этим ознакомиться, в том числе еще и с патентами, с лицензионными обмотчиками и с интерьерами зданий, интерьерами и экстерьерами здания, которые мы планируем. Да, предложение по экстерьеру. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok